добрый день уважаемые коллеги я сейчас начну презентацию включу под свою презентацию и я сначала расскажу общие шаги по организации группы но то как это я вижу то как я через это проходила а потом я могу еще показать презентацию по итогам проекта благодаря которому у нас и организовалась моя группа взаимоподдержки но я сейчас начну презентацию и представлюсь и расскажу о том как я к этому пришла все видно хорошо ну я наталья кошелек город екатеринбург мама особой девочки которой в этом году исполнилось уже 18 лет и по первому образованию я была медсестра и даже не думала в ту сторону чтобы поменять свою профессию но все получилось жизнь поставила все по-другому и я обратилась благотворительный фонд для того что мне нужен был нужно были занятия логобеда дефектолога для дочки на я обратилась за помощью чтобы организовать сбор средств они сказали что мы дадим тебе удочку и благодаря им я поступила в институт по специальности социальный психолог и когда я заканчивала институт мне очень хотелось теме знаниями которые у меня появились делиться с другими и получилось так что первые годы но так скажем первые десяти лет я была в таком как бы вакууме с дочкой первые шесть лет это вообще очень жестко было мы никуда не могли выходить и для меня очень такая вот эта проблема одиночество изолированности недоступности мероприятий недоступности информации для меня эта тема была очень волнующа близко и я хотела чтобы найти таких мам у которых такая же проблема и организоваться в группу ну получилось так что помимо того что я медсестра мама особой мамы я еще и являлась прихожанкой храма преображения господня то есть это православие и там настоятель когда я заканчивала институт он благословил создавать именно вот такую группу взаимоподдержки то есть как бы мы сошлись вот в этой точке как раз православная инициатива учили как писать гранты и это третья случайность которая сошлась вот прямо вот в одну точку и так началась моя работа именно в группе взаимоподдержки мам то есть родителей детей с особыми потребностями ну и сейчас вот я расскажу о тех вопросах которые я себе задавала когда начинала думать вот о группе взаимоподдержки прежде всего нужно для самой себя для самого себя понять а для чего мне нужно создать эту группу взаимоподдержки что я хочу именно для себя получите от того что эта группа появится на и это очень важный момент именно личной мотивации если личная мотивация такая что почему бы и нет а мне интересно посмотреть что получится то когда сталкиваешься с трудностями очень легко это дело оставить а если мотивация затрагивает какой-то такой личный мотив серьезный то это залог того что несмотря на трудности эта работа будет продолжаться и второй вопрос для чего вокруг чего должна будет объединяться эта группа вокруг проблемы то есть это например у нас есть группа которая у меня дочка болеет редким генетическим заболеванием туберозный склероз и у нас есть группы по туберозному склерозу есть группы по инклюзии есть группы там по другим каким-то именно которые вот вокруг какой-то проблемы объединяет людей вокруг идеи я вот свою группу решила что мы будем я буду устроить работу так не вокруг проблемы наших детей до инвалидности наших детей а вокруг идеи православия то есть что постулирует православие это любовь принятие как раз вот взаимопомощь взаимоподдержка и я решила что я свою группу буду именно формировать вокруг идеи и вокруг человека то есть если есть какой-то такой лидер который продуцирует много разных идей целей там проектов и вокруг него организуется группа и вы для себя поймите в начале что вы хотите положить в фундамент группы после этого вы поймете какая эта группа закрытая или открытая если например у нас группа по туберозному склерозу то конечно она открытая группа потому что появляются новые мамы которым у которых детям только что поставили этот диагноз и постоянно члены убывают прибывают прибывают и это такая как река и хочешь плывешь не хочешь вышел потом опять зашел и вот так вот как бы а группа вот она идет и закрытая она может создаваться на момент например какого-то проекта на котором у вас прописано создание такой группы и она может создаться и потом либо жить в таком закрытом состоянии и принятие членов согласовываются с каждым членом этой группы либо после проекта прекратить свое существование и из этого когда вы ответите на предыдущие вопросы вы поймете какой формат встречи подходит именно для вашей группы либо это онлайн встречи либо это группы вот например там вконтакте в одноклассниках в фейсбуке и иногда встречаться оффлайн наша группа так как это был вообще далекий четырнадцатый год тогда еще мало во всяком случае из того круга который был вокруг меня у мам мало было возможности выхода в интернет и наше общение в основном было на очных встречах и не знаю конечно может быть у всех как бы по-разному но вот именно у нашей группы я поняла что для наших мам для наших ребят очень важно чтобы было чаепитие поэтому я строила так наши встречи чтобы в конце обязательно было чаепитие начало могло быть разным но заканчивалось обязательно чаепитие и вот когда вы поймете какой формат встреч то нужно будет подумать кто будет в вашей группе да исходя из предыдущих вопросов и где вы возьмете членов откуда вы пригласите можете пригласить этих членов вы можете дать объявления в соцсетях на своей странице на закрытых группах если например брать вот например тоже опять же наше заболевание туберозный склероз то врач в нашем городе которая ведет таких деток когда появляется ставят диагноз то она дает контакты человека который организовал эту группу на мама выходит на связь с этим человеком и человек уже организатор добавляет эту маму в группу или папу также возможно списки в соцзащите если например вы хотите объединить многодетных малоимущих обратиться в соцзащиту и они по своим каналам распространят информацию о вас через личные знакомства это как сарафанное радио и на профильных мероприятиях так например если я хочу создать группу вокруг проблемы инклюзии то на мероприятиях которые посвящены этой проблеме этой теме я буду активно ознакомиться рассказывать о своей идее передавать свои контакты и таким образом привлекать членов в свою группу также когда я понимаю и цель и какая у меня будет группа закрытая открытая как будут хотя бы примерно как будут проходить наши встречи то для меня было важно понять что я могу сделать минимально то есть без привлечения дополнительного финансирования без дополнительных ресурсов и так например наш храм предоставлял нам нашей группе помещения также они предоставляли нам все что нужно для чаепития также мы проводили бесплатные мастер-классы и также возможно вы кого-то привлечете про бона какого-то либо если это молодежи касаются там блогера если какой-то социальной тематики возможно приглашение из министерства кого-то так например мы делали в группе по инклюзии мы например приглашали из министерства образования специалистов из центральной психолога медико-педагогической комиссии приглашали разных там из фонда социального страхования но это уже как бы в рамках всероссийской организации родителей детей инвалидов из Минздрава по поводу получения санаторно-курортного лечения и вот таким вот образом из разных министерств в общем по той проблеме по которой которую интересует целевая целевая аудитория мы ищем чем как как наполнить эти встречи так также очень важно понять а что бы я хотела если бы у меня было все что я хочу да о чем мечтается планом максимум то та цель которой я стремлюсь максимально и из этого получится уже как бы на середине получится план по которой вы будете реализовать очень ну для меня вот очень важно было составить именно календарный план по которому я буду действовать и это было как моя опора по которой я шла он может быть на один месяц на два месяца на год то как вы видите свою работу так вот и составляйте этот календарный план очень важно помните о эмоциональном выгорании в нашей работе и календарный план он должен быть для вас комфортным он не должен забирать очень много энергии очень много сил очень много времени очень хочется чтобы сделать сразу же очень хорошо интересно насыщенно чтобы была работа группы такая очень активная и есть опасности задать себе очень высокую планку и со временем можно очень сильно устать и выгореть поэтому когда составляете календарный план помните о той работе которая у вас есть до этого о ваших домашних делах о личном времени и вот когда дополнительную работу берешь нужно понимать куда ее вставить и в группах взаимоподдержки именно вот в группах взаимоподдержки очень важно помнить о эмпатии то есть эмпатия это возможность сопереживания сочувствия это невозможно без того чтобы не чувствовать боль целевой аудитории да то есть когда я я понимаю что я очень много лет жила в полной изоляции мне нужна была помощь я помощь не получала и для меня когда вокруг меня собрались такие же мамы которые у которых нет ресурсов для того чтобы помочь самим себе нет внешних ресурсов которые им помогают я очень хорошо понимала что они чувствуют и я искренне им сопереживала и понимала о чем они говорят почему у них в этот момент именно такие эмоции при том что эмоции часто когда это болевая точка бывают очень такие сильные яркие и часто бывают с негативным окрашиванием то есть это может быть и раздражение и крик истерика и тут важно понимать почему человек себя так ведет почему у него в этой ситуации именно такая реакция и понять как можно помочь этому человеку и когда мы организуем группу взаимопомощи нам конечно очень важно понимать каждого из членов кто чем живет то есть у меня получилось так что вокруг в этой группе было 10 семей и я могла включиться ну как знать о каждой семье что происходит то есть как семья живет полная семья в разводе какие проблемы внутри семьи есть ли бабушки дедушки есть ли помощники нет помощников какие проблемы связанные с инвалидностью ребенка со здоровьем социальные психологические еще какие-то там с образованием проблемы то есть я была в курсе проблем каждой из десяти семей и когда я знала каждого каждую семью очень подробно я потом могла создавать вот эти ниточки взаимопомощи между разными мамами то есть мы когда собирались вместе когда общались то в этот момент это была такая психологическая информационная взаимопомощь но я еще между мамами создавала вот эти вот ниточки взаимопомощи то есть например одна мама начала думает что она хочет сделать ремонт но ей нужна физическая помощь того человека который понимает другая мама я знаю что она очень хорошо умеет штукатурить хорошо умеет клеить обои и я рассказываю про эту маму и говорю что давай может мы обратимся к Лене за помощью может быть она сможет тебе помочь и возникает вот эта вот ситуация когда например Таня обращается к Лене за помощью чтобы ее как минимум проконсультировала как это делается как максимум приехала и помогла и если у них возникает потребность в том что в этот момент детей некуда то например третья мама может предложить что давайте привозите ко мне ребят а вы спокойно сделаете ремонт и вот таким образом я создавала вот эти вот ситуации вот эти вот ниточки взаимопомощи друг с другом чтобы не было такого что я отошла и все развалилось я перестала собирать группу и все разошлись в разные стороны мне было важно именно создать такую группу которая который чтобы они научились сами себе то есть вот эти вот горизонтальные связи чтобы они научились сами себе помогать и получается вот уже на протяжении семи лет мы остаемся тем же составом мы также общаемся помогаем друг другу но в начале конечно их собрать было очень сложно потому что они не понимали зачем им это нужно зачем нужно собираться приходить что-то как бы в какой-то степени рушить свой привычный уклад то есть в этот момент они бы пошли погулять они должны ехать навстречу поэтому организатор группы должен обладать теми ресурсами которые нужны группе это может быть информация физическая помощь материальная помощь то есть организатор может понимать откуда можно взять материальную помощь что может быть как например в моем в моем случае помощь материальная была от православной нашей общины была в виде денег в виде продуктов в виде вещей и также возможно юридическая помощь то есть организатор может обладать также знаниями где можно получить юридическую помощь либо личные какие-то знакомства либо в группах в разных реабилитационных центрах как например у нас в Екатеринбурге есть бесплатные юристы и я например помогала маме связаться с этим юристом то есть я помогала организовать эту встречу потому что ну не знаю конечно может быть это просто как бы у меня так получилось но как-то вот так сложилось что у меня были мамы которым было вообще сложно куда-то позвонить о чем-то узнать и я часто была как проводник и постепенно я их обучала как это делается где можно получить помощь и как эту помощь можно достать и как ее до нее дотянуться ну и конечно организатор должен на каждую встречу разрабатывать повестку можно согласовывать и можно не согласовывать но тут как бы это все зависит от состава группы и организатор как правило инициирует но конечно может быть и например там одна из мам говорит что вот я тут побыла на такой конференции узнала там об инклюзии много интересного давайте встречаться я готова рассказать поделиться тем что я узнала на конференции и вокруг вот этой темы поездка на конференцию члены группы создается встреча и примерная повестка все равно должна быть понятна и конечно можно предлагать темы встреч время встреч периодичность встреч и в этот момент очень важно прислушиваться вообще во время работы во время жизни вот этой группы взаимоподдержки организатору очень важно уметь прислушиваться к членам и это бывает не всегда просто но это очень важный момент чтобы понять правильно ли я делаю то что я делаю на самом деле нужно этим людям которые собрались на самом деле интересно ли им попадаю ли я в их болевые точки в их проблемы правильно ли я с ними разговариваю как организатор есть но во всяком случае у меня есть вот эта сложность я иногда бывает доблю что надо сделать вот так давайте будем делать вот так и потом сама себя как бы осаживаю и спрашиваю а как вы хотите а как вы видите а что для вас важно и бывает часто я эти вопросы задаю и во время общих встреч и когда я общаюсь лично или по телефону или ко мне кто-то в гости приходит из мам и я постоянно стараюсь взять обратную связь может что-то нужно поменять может я что-то не так делаю может что-то можно сделать по-другому и когда вы делаете группу взаимопомощи очень важно понимать что вот как вот моя цель это моя цель да вот это вот моя боль что нет взаимопомощи нет помощи извне да а когда группа создавалась она живет то эта цель она может трансформироваться что возможно уже какие-то другие проблемы выходят на первую на первое место и группа это ну вы все как бы коллеги это знаете группа это такое живое сообщество которое живет по своим законам и как все живое она постоянно меняется и тут важно вот это вот эмпатия умение прислушаться постоянная обратная связь и таким вот образом и обеспечивается стабильность группы если постоянно помнить о том что это живая группа о том что нужно нужно прислушиваться к членам группы постоянно быть в курсе всего что происходит членами группы и вот тогда возможности вот стабильности этой группы и сейчас я покажу презентацию то как у меня получилось создать группу при православном приходе и выиграла его и и когда я писала гранты я задавала вопрос что я могу сделать и какую проблему я хочу решить и что я могу сделать сама и таким образом вот у настоятеля храма был список из семей с детьми инвалидами я их всех обзвонила и в процессе еще присоединялись семьи и вот так вот кто-то отказывался кто-то один два раза сходил и ушел но в конечном итоге появились появилась группа из десяти семей и я знала что у наших мам очень сложно часто бывает сложно построить взаимопонимание со священником так как у нас был список из мам от прихода эти мамы практически все за исключением там вот трех семей которые к нам потом присоединились они были православные и я знала что во время исповеди во время как бы то как идет жизнь особой мамы священники не всегда понимают и чтобы на вот это снять вот это вот напряжение недоверие священникам я на организовала регулярные встречи со священнослужителями и там я старалась чтобы был диалог не так что священник говорит а мы только сидим и слушаем а именно чтобы был диалог чтобы мамы могли поделиться своей болью своими вопросами и получить ответы от священника чтобы они понимали что это то место где они могут получить поддержку ответы на свои вопросы а также так как я только что еще закончила институт у меня еще но и сейчас я со своими одногруппниками мы общаемся встречаемся и но тогда это вообще прямо вот все было по горячим следам я предложила своей одногруппнице нарабатывать практику с помощью нашей группы и она нам проводила также регулярные занятия где мы знакомились делились тем что какие у нас сложности и кто как с этими сложностями справляется также были организованы встречи с социальным работником со врачом с юристом и многие мамы кстати воспользовались теми знаниями которые они получили из этих встреч и они были очень продуктивными в этот момент когда мамы были на занятии для детей сестры милосердия устраивали занятость проводили мастер-классы гуляли ну в общем те полтора два часа которые у нас длилось занятия там встречи например с священником психологом дети были заняты для меня тоже это было очень важно чтобы не разъединять семьи чтобы мама самостоятельно не искали с кем ребенка оставить а чтобы это было вместе потому что потом у нас после занятия мы соединялись вместе и было чаепитие проводили чаепитие конечно праздники это тот повод когда радостный повод чтобы встретиться вместе и это то что тоже подогревает мотивацию быть в группе быть вместе то есть мы всегда охотно идем туда где весело интересно для наших детей очень важно чтобы было еще вкусно и вот таким образом я все праздники использовала для того чтобы нам встречаться и искала возможности чтобы дарить подарки и подарки чтобы были для родителей и для детей вот на левой фотографии подарочный сертификат живое слово церковный магазин это для родителей а для детей сладкий подарок вот на это вот был праздник жен мироносец и я нашла возможность чтобы заказать мы собрались на праздник это было как бы чаепитие но еще каждой маме мы дали по два пирога то есть мамы с собой унесли на угощение и очень большой запрос был на паломнические поездки и также я их регулярно организовывала искала людей которые помогали оплачивать автобус проживание питание и вот мы регулярно ездили в паломнические поездки это также на базе храма мы приглашали из то есть у нас вот наш район чкаловский и мы из нашего чкаловского района приглашали специалистов чтобы рассказать о нашем опыте специалистов из соцзащиты из министерства образования также приглашали из других храмов чтобы они увидели как ведется эта работа и чтобы они могли у себя сделать так же в то время у нас был мэром Евгений Ройзман мы также к нему обращались рассказывали о том что у нас происходит чтобы при если к нему на прием будут приходить особые мамы чтобы он мог рассказывать о нашем опыте то есть это как информационная составляющая вот ну это наш настоятель отец Николай который нам очень помогает на протяжении работы всей группы и это подарки для мам когда был заключительный этап нашего нашего проекта то ну на этом у меня все коллеги если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте надеюсь интересно было да мне было очень интересно и кажется даже полезно это все структурировалось как-то в одну общую историю спасибо вам большое я хочу сначала сказать Анна просто не было видно презентацию возможно потому что с телефона там иногда бывают сложности но будет запись вот я запись потом отправлю вот у меня есть вопрос вы говорили что ну когда ведется группа имеет смысл ее под потребности определенных людей которые в нее уже пришли там возможно видно изменять где-то немножечко корректировать направление вот а это ну не знаю просто по моим по моим ощущениям это как будто бы продуктивно делать исходя из обратной связи со стороны участников группы вот ну то есть в таком формате да именно собираешь обратную связь и понимаешь что ну вот у меня было такое что как бы я хочу в одну сторону да я вижу что нужно вот в эту сторону идти а когда начинаешь разговаривать с участниками у них совсем другой запрос и при том что получается я например вот нашу группу взаимоподдержки я хотела как бы больше выводить уже на то есть вступать в ассоциации вступать в разные ну как бы больше расширять работу так вот ну как бы делать ну как сказать что заниматься и другими проблемами тоже то есть и про образование и про взаимодействие с министерством социальной политики ну то есть как то вот а поняла что на самом деле мамам все равно опять они хотят как бы им перестало хватать взаимоподдержки именно психологической именно общения и был момент такой что ну очень ослабли вот эти вот связи и когда я начала вот собирать обратную связь я поняла что им не хватает нашего именно вот такого общения внутри группы именно как бы вот когда мамы делятся друг с другом проблемой а другая мама предлагает как можно из этого выйти то есть все равно как бы они вот именно моя группа они все равно вот им важно вот это вот оказалось вот этот вот круг чтобы он не расходился ну спасибо я если какие-то презентации я могу вот эту первую которая там без фотографии я могу дать да вот у меня вопрос может я ну прослушала как-то у меня тут со звуком были проблемы вот вы рассказывали про группу когда начинали делать я не поняла у вас дети были ну с одними особенностями или разные а именно вот ту группу которую я веду получилось что я решила что мы будем объединяться вокруг идеи идеи православия и у нас получилось что дети разного возраста и с разными проблемами у нас есть слабовидящие есть с расстройством аутистического спектра есть психические расстройства есть умственная обсталость есть детский церебральный паралич то есть и синдром дауна и дети вообще разных возрастов от пяти лет и там самые старшие Оленьки тогда по-моему лет 16 ну 16 где-то да и там было вот в презентации написано в мотивации что могли вы ну брать ну там к себе как ну чтобы как-то разгрузить маму когда ей ну может куда-то нужно в магазин или еще что-то вот я с тем вопросом потому что ну если у вас были с аутизмом а не страшно было как бы ну некоторые же бывают ну не знаешь как себя вести с ними ну чем хороша почему как бы я не хотела чтобы разъединять родителей и детей да чтобы семьи они когда ознакомились когда вот мы организовывали вот эти занятия на получается мы все видели детей друг друга и дети видели нас то есть для детей мы были знакомы для нас дети были знакомы и мы все знали какой ребенок на что способен вот и мама которая не готова она и не предлагала такую помощь а если например я как специальный психолог я понимала уже хотя бы в теории как возможно взаимодействовать да плюс мой личный опыт особой мамы и я уже могла справляться и с несколькими детьми спокойно вот то есть каждая мама предлагала ту помощь которая которую она могла которая бы ей была ну не напряжна то есть если например мама живет рядом со мной и она с сыном гуляет она мне предложила помощь с моей дочкой с Настей что мы все равно гуляем рядом с вами что выводи Настю к нам гулять и сама можешь в этот момент в магазин сходить в поликлинику сходить то есть заняться какими-то своими делами потому что она все равно так же гуляет а Настя спокойно качается на качелях она любит общаться с этим мальчиком как насколько у них это получается вот как бы и вот таким вот образом а про мотивацию тут важно понимать важно чтобы у меня было то что им нужно а для этого нужно понимать проблему целевой аудитории да то есть вот моим мамам важна была эмпатия нужен был человек который их выслушает который им поможет и нужно было общение и я вот это вот все создала а дальше уже вторичные что информационная помощь психологическая материальная это уже были как бы ну вторым эшелоном шло а первое то что им нужно было это именно вот общение и чтобы был человек который их выслушает и не будет говорить ну как бы получать да ты неправильно все делаешь тебе нужно собрать соберись тряпка иди туда сделай то вот а я старалась именно как бы что если мама живет в изоляции это значит что у нее нет ресурсов внутренних или внешних часто бывает и тех и других для того чтобы выйти из этой изоляции никто не хочет жить в изоляции и я старалась отталкиваться от того чтобы понять как я могу помочь либо дать восполнить внутренние ресурсы либо дать какие-то внешние ресурсы на помощь а вот еще после сейчас завалю вопросами а вот в таком процентном соотношении ну вот как сказать пришли да одну ногу засунули одну руку посмотрели ой что-то не наше вот так вот или ну вот потом через какое-то время сколько например ну в процентах остается или там упоет ну сколько вот например там пришли на один раз да и ушли вот а может кто-то там остался а кто-то еще и своих сотоварищей ну пригласил вот примерно пополам примерно пополам и первое время вот тех кто сейчас остался я их первое время приходилось удерживать их приходилось уговаривать приходить на эти встречи то есть чтобы они поняли что я убедились в том что им это нужно да и первое время я их уговаривала но мне очень нужно сделать проект ну пожалуйста не подводите меня ну пожалуйста помогите провести вот это мероприятие придите поприсутствуйте а когда они уже приходили и я уже начинала активно показывать что они могут получить от этих встреч и первые полгода у нас вот я прямо уговаривала и думала на самом деле я думала что наверное это маниловщина какая-то у меня что ничего не получится на через 8 месяцев когда грант закончился я думала ну все не будет ничего дальше а получилось что нет на самом деле маму уже начали просить что давайте встретимся когда мы встретимся стали друг другу звонить и самостоятельно друг другу уже помогать и даже что как бы для меня было очень ценно что и до сих пор это сохраняется когда мамы предлагают помочь то есть например если кто-то заболел там я созваниваюсь со всеми знаю и там говорю например надо помолиться там Таня у нас заболела Лена звонит Тане и говорит что Таня у меня тут есть немного свободного времени может надо сходить в магазин может еще что-то нужно привезти из аптеки лекарства то есть мамы начали сами предлагать помощь друг другу если у меня вопрос у меня тоже я хотела спросить если просто вели группу взаимоподдержки вот скажите где вы черпали вот свое такое душевное спокойствие потому что вот иногда приходят достаточно агрессивные мамы ну как бы понятно что у них своя боль но с таким посылом что я сюда пришла то тут сейчас меня лечить что ли будут учить это мой крест я тут несу а я конкретную помощь хочу а тут какие-то мне сейчас псалмы будут читать или ну я образно так меня сейчас будут учить уму разуму я сама умная вот как вы вот откуда вы как вот черпали силы чтобы не сорваться и сказать пошла вам отсюда я сама такая же мама у меня немножко по-другому кто бы мне помог что я тоже я тоже нуждаюсь в помощи я тоже хочу быть таким же членом группы который благополучатель а не благодаватель вот и ну вот именно конкретно вот в нашей группе такие они как бы не задерживались получается что у нас все равно мы ну у нас как бы выработалось так что мы в начале нашей встречи молимся и в конце встречи молимся и во время разговора мы так или иначе все равно касаемся конечно темы бога да и для нас например понятно что грех это грех вот грех это такой у нас то есть примерно одинаковая шкала ценностей а если мама попадает к нам у которой система ценностей другая ей конечно некомфортно и она не сможет ну комфортно чувствовать себя и но с такими мамами например мы общаемся но как сказать я все равно стараюсь понять что ей нужна какая ей помощь нужна и помочь именно ей именно в ее болевой точке то есть если например проблемы с поведением у ребенка в школе да и от этого проблема с администрацией школы то я стараюсь помочь ну выступить в роли медиатора либо найти специалиста в министерстве образования который поможет решить вот эти проблемы администрации школы что администрация хочет ребенка на дом а мама хочет оставить ребенка в школе и как вот это вот сделать вот то есть я как бы стараюсь все равно помочь маме решить именно ее болевую точку которая у нее ну больше всего болит а как правило это все равно конечно связано с ребенком у меня есть гипотеза что если это ну условно да понятно что если у вас при приходе группа то у вас определенные ценностные средства знаковые мне кажется если он как-то отличается и изначально в принципе ситуация в которой люди из разных каких-то ценностных кругов то можно вместо ну правила мне кажется могут помочь то есть если в группе есть какие-то правила и оговаривается человеку что если как бы мы рады тебя видеть здесь но как бы здесь мы вот по этим правилам взаимодействуем если вы готовы их соблюдать класс если нет то приходите когда будете готовы ну на самом деле как бы родители очень хорошо понимают куда как правило они хорошо понимают куда они попадают и что какие правила есть тут вопрос о том чтобы человек удержался ему должно быть комфортно комфортно должно быть изнутри потому что если даже это вокруг какой-то проблемы как например вот у нас вот группа по туберозному склерозу да и там вообще люди совершенно разного возраста из разных регионов дети тоже болеют по-разному то есть это все как бы очень и там часто бывают вот именно вот такие вот столкновения когда хоп и разлетелись хоп и разлетелись и это бывает даже не по поводу там например как это сейчас по поводу прививок по поводу Крыма или еще чего-то а как например у нас вообще прямо группа раскололась сразу на две умерла умер ребенок у одной из участниц и одна начала высказывать свое мнение по этому поводу и в такой ну как бы грубой форме и часть ее поддержали а часть сказали вообще вы о чем и группа раскололась вообще полностью то есть разошлись по разным группам вообще вот так полностью и это все вот о ценностях что для какой-то части было нормально такое высказывание пренебрежительное оценочное на в адрес мамы которая потеряла только что свою дочку а для других это было неприемлемо и все и разошлись вот то есть все равно вот люди они им должно быть комфортно и все равно более-менее хоть какие-то ценности должны быть хоть в каких-то точках соприкосновения у нас была семья которая ну она как бы и сейчас есть для которых как бы ценности православия были понятны они не были воцерковлены они как бы просто им было с нами интересно но постепенно они как бы все равно втянулись воцерковились и конечно они не такие как бы активные члены церкви но все равно они участвуют в жизни церкви не только нашей группы но и в жизни церкви они как бы что-то свое нашли в этом вот ценности это все равно как бы такое да ценности определяют вот у нас вот например не получилась группа по инклюзии вот у нас был проект такой долгий на протяжении трех лет на инклюзии в детском саду и в школе у нас не получилась группы хотя вроде как бы одна проблема вроде как бы вот все но группы не получилось все индивидуально ну как бы родители все равно индивидуально родители не сошлись характерно вот как-то не получилось у нас группа вот среди коллег получилось те кто вот тьютеры ресурсные учителя получилось а вот среди родителей не получилось не прижилось а есть ли у кого-то еще вопрос желание задать вопрос это можно сделать сейчас если еще какие-то вопросы будут то пожалуйста я в группе есть мой телефон есть пожалуйста звоните пишите спасибо вам большое мне кажется было супер полезно я была очень рада послушать и поздавать вопросы это буду собирать какую-нибудь свою группу за поддержку спасибо огромное спасибо вам большое спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания